здравствуйте уважаемые товарищи на дворе конец апреля фактически уже начался полностью мотосезон вот но я после зимней спячки так сказать после хранения зимнего мотоцикл перед сезоном еще не обслуживал после того как закончила зима я посмотрел его внешнее состояние проверил масло и в принципе все было нормально откатал здесь немного скажем так порядка 100 километров уже в апреле здесь пробег общий 5113 вот ну и на 6000 будут достаточно как я считаю серьезные работы профилактические там регулировка клапанов чистка фильтра воздушного ну я решил в начале сезона поменять масло принципе масло здесь было достаточно свежий налито прошлом году но как вы понимаете кашу маслом в данном случае не испортить я решил поменять масло смазать цепь сейчас на 6000 после того как проведем того мотоцикла полноценная заменим еще раз масло опять сметь этот цепь помажем и так далее поэтому сейчас мы его чуть-чуть разогреем я выгоню на улицу и поменяем масло смажем цепь мотик чистый но не совсем конечно я здесь уже поводил столько успел прохватить немного докатал кстати кстати сразу скажу докатал бензин кто-то сливает бензин там я не знаю там но без всяких проблем не докатал бензин все он заводится десон первый раз первый раз плохо заводился он у меня после зимы сейчас так же как и в прошлом году утром я его беру мы включаю подсос трек из пол пинка он заводится так что давайте разогреем его немного ну кстати я наверно запишу на видео как он заводится какой звук включаем здесь подсос так называю по старинке подсос вот он у меня на нейтрали стоит вот такой запах ребят запуск двигателя ребят обычного моего мотоцикла все он сейчас будет прогреваться и по мере прогрева стрелка будет ну приближаться к 4000 где-то около 3-4 минут ему надо на разогрев и так принципе все лето без проблем ну заводится вот только после зимы плохо завелся заводится вот звук работы двигателя нас одна холостом ходу ну чё двигатель прогрет в принципе чуть-чуть прокатился не знаю вам видно или нет но снизу он сухой ничего там нету то что вот ножка здесь такая отпутевшая это сцепи брызгает немного смазка и грязь на себя собирается сам двигатель здесь сухой вот ну чё там как обычно я уже снимал видео про замену масла нам потребуется корыто небольшое вот ключ на 17 вроде бы да сейчас гаечку сорвем просто ну как вы знаете с этой гайки нужно а можно рукой связал спрятку думал будет горячина горячина и будет если на нем ехать долго куда-то то будет горячая там и гайка все на свете а здесь я прокатился не сильно потекло родное двигатель стоит принципе нормально под таким углом масло буду лить которое лью всегда с покупки мотоцикла матюль пять сто десять в сорок вот стараюсь покупать в больших магазинах крупных вот либо во воде востоке крупных либо в интернет крупных магазинах вот это именно масло было куплено в интернет-магазине что там она стекает стекает фиг его знает все не такое страшное масло здесь предстоит регулировка клапанов ни разу я этого не делал смотрел обзоры но вроде бы ничего сложного в там нет единственное нужно будет купить приобрести щупы у меня нет набора щупов вот она будет купить их почти почти сбежала в этом году я еще не снимал ни одного видео чтобы с внешним микрофоном вот обязательно это поснимаем дороге как вы знаете у юмахи ну во всяком случае у меня и я видел в интернете примеры вот иногда бывает и бежит глушитель не знаю чем это связано так осторожно может окупать с подножки если сильно наклонять ну так вот прям стараться оттуда чтоб все вытекло большого никакого смысла в этом нету конечно же сейчас чуть-чуть еще скопает да зальем туда новое кстати говоря надо было чуть-чуть пробку отдать то масло заливное чтобы она может быть так лучше будет выходить хотя она и так принципе текучесть большая за зиму ничего не накапало друзья совершенно несколько раз когда мне капало масло оно у меня есть видео на канале она капало из-за из под сальника вот здесь вот лапка переключения кпп я заменил сальник скорее всего на мойке мне его выбили песком ли что заменил сальник и все стало хорошо так ну что там еще чуть-чуть час она вытечет это она получается набирается там стекает двигатель горячий но тогда рук уже нельзя держать головка прогрелась и когда я наклоняю там остатки вытекают пониже голову опущу чтоб вам было лучше видно это место ну достаточно жидкое масло как мне кажется друзья ну вот оно все и вытекло здесь кстати говоря пока она стекала я тут соорудил конструкцию не нашлось большой картонки вот будем смазывать цепь и я и короче не люблю брызгать на диск на колесо но потом становится засаленным таким и покрываются пыли становится грязным поэтому я вот большой картонки не нашел поставил вот такой вот соорудил штуку вот ну в общем смотрите дальше друзья как я делаю здесь я все вытираю кстати говоря шайба которая вот алюминиевая они еще медные бывают осталось вот здесь еще чуть-чуть сочится видите ну я уже прождал минут десять хватит уже поэтому вставляем в заворачиваем гайку назад я всегда переживаю в этот момент боюсь что не сильно чтобы не перетянуть резьбу чтобы не сорвать каждый раз потом думаю сильно я закрутил или не сильно перетянул или нет ну вот так мне кажется все больше не надо затягивать хочется крутануть как колесо в машине когда вы прикручивать сильнее не буду еще раз проверю нормально затянул все не буду сильнее тянуть ну и получается собственно говоря это масло перейдем канистру мне специально из канистра а сейчас будем заливать свежее масло руки руки вытирал вытирал и все равно грязно вот конечно же на 200 процентов я не знаю оригинальная там она или не оригинальная с франции его прямо тащит или нет кто-то пишет лейте обычная автомобильная кто-то говорит можно купить там другие всякие предлагаются типа это очень дорогое я считаю что не очень-то это и дорого ради такой техники пару банок купить за год пойдемте вылим его ровно ли так вот чем удобно да если с мотором все хорошо так не взял тряпочку ровно литр вылил ровно литра залил и не надо заморачиваться ничем как обычно до самый такой момент когда сюда надо открутить начинает кто-нибудь звонить друзья да тут скажет кто-то скажет вот и так неряшливо того проводишь но друзья ну как неряшливо ну то есть все вытер масло вылил как там еще и я видел народ на хранение наливает отдельно масло сливает бензин на зиму мне кажется что это на самом деле перебор то есть хуже конечно такие владельцы техники своей не не делают но это очевидно да но в то же время мне кажется что это перебор вот можно так и не и не делать так не знаю видно вам или нет как я лью ну масло по свету конечно более светлого нежели чем то которое мы вылили с вами поэтому я думаю что у меня там раз полторы тысячи да и все ну прям так чтоб на зиму отдельная там бензин отдельный ну не знаю он я откатал больше чем пол бака прошлогоднего бензина и вообще никаких проблем вообще нет едешь себе да едешь и вообще кстати говоря вот я по работе двигателя за вот эти пять с небольшими тысяч километров что я намотал да вот за первый сезон не вижу какой-то разницы в его работе что прям срочно что-то надо с ним делать то есть после нормального прогрева он не глохнет я доезжаю до работы там 15 километров он ни разу не глохнет у меня вот но тем не менее по регламенту положено почистить фильтр воздушный я купил новый может быть его заменим не знаю не жалко заменить 800 рублей и регулировка клапанов залезем аккуратненько посмотрим что там с этими клапанами какие там зазоры не просто самому даже любопытно а также у меня есть две новых свечи вот не помню по регламенту по моему но не на 6 тысяч меняется свеча точно вот ну посмотрим как она выглядит не знаю выкрутим ее я даже на самом деле ни разу еще и свечу здесь не выкручивал а вот что подумал так что ну все работает нафига и выкручивать а купил запасной на всякий случай если вдруг что-то случится в дороге здесь кстати говоря по части дороги мне прошлом году когда я резину менял скажем так не подсказали сам я не допер надо было все-таки одевать эту резину как бескамерную потому что в дороге если проколоть проще ставить шнурок сюда и накачать ручным компрессором нежели чем ее вот искать где можно разбортировать абортировали мы друзья мы намучились кстати говоря по поводу резины кто-то писал в комментариях что типа петрушина говно все такое вот что за 5000 у кого-то она стерлась но вот смотрите друзья не знаю видно вам или нет ну разве это стерлась резина за 5000 нормально еще бодрый протектор здесь по бокам даже эти усики не везде сожрались еще и я не собираюсь менять эту резину в этом году буду также на ней ездить она гораздо лучше штатный ничего руль не бьет ничего там не не бренчит и так далее поэтому не знаю мне кажется заяву так про нашу российскую резину так ну вот я друзья масло налил давайте закрутим его и посмотрим уровень какой там будет закрутить надо было что я совсем уже вот закрутили в одном из первых видео о своем прошлом году я сказал что закручивать не надо чтобы уровень смотреть по моему надо все таки не знаю видно вам или нет друзья ну учета тут полный уровень с нет смысла здесь что-то дрюкаться с этим абсолютно здесь полный уровень с масло сыгла же ничего же не капает дырок нет литр положено заливать вот мы литры налили все все закручено масло потом перельем это масло бокал берем в сторонку отсюда чтобы она не мешала вот но и осталось смазать цепь смазывать цель будем вот такой вот смазкой универсальные китайская одна из самых дешевых смазок кто-то там цель моет еще керосином там но это может быть актуально для эндуристов там кто вот прям таким занимается серьезной грязью тому там конечно я не спорю там наверно надо и помыть будет вот а я чё по дороге катаюсь там по лесу если даже езжу то прям какие-то говно откровенные не заезжаю ну вот и все собственно масло поменено ничего не капает здесь цепь мы смазали а сейчас чем накатываем еще 1000 километров и проводим уже нормальное то здесь обычно вот капает цепи я потом вечером когда мотоцикл ставлю тряпку к воду и потом не выбрасываю так давайте заведем мотик заведем его посмотрим как он гудит с новым маслом думаю ничего не поменяется в этом у нас плане а кстати говоря вы не думаете что это какой-то косяк я заметил что вот когда двигатель еще горячий немножко его заводить на подсосе не нужно не знаю в чем прикол но получается когда утром приходишь он холодный включаешь подсос тысяч пол пинка прям заводится но если он прогрет и он горячий например вы уже на нем прохватили целый час вы его с подсосом не заведете мне кстати есть ролик где это показываю а сейчас такая пограничная ситуация он он и не холодный но и не горячий потому что я же черту я же не ездил на нем получится чуть-чуть прогрел его и все бензина мало на буду заехать на заправку залить сюда литров наверно 10 влезет на медным не кажется может быть литров 8 но мотор еще не прогреты до конца в общем друзья у меня на этом все всем спасибо за просмотр до встречи на канале пока пока